Мы наполняем кастрюли ночью, ночью. У нас постоянно вот баклажки с водой стоят здесь вот, шестилитровые, потому что мы запасаемся водой, вон там баклажки, потому что мы запасаемся водой на следующий день. И так, по словам Елены Бородкиной, происходит вот уже второе лето. Жители с тазиками выжидают воду с полуночи до шести утра. Как раз в это время хороший напор. А уже о стирке я вообще не знаю. Машинка не тянет такое. Не знаем, как жить. А знаете, у нас же в Карасу грудковые воды прямо много их. Если они, они нам отвечают то, что дому много построили. Поэтому, ну если вы разрешаете дома строить, значит вы должны в докачке открывать новые. Почему тогда не открывать? Теперь у нас баню построили, там бассейн в бане. Вот интересно. За счет этого тоже, может, у нас не стало. Потому что бассейн-то надо набрать воды. Если одни видят причину засухи в растущем количестве новых соседей и объектов среднего бизнеса, то другие считают, что недобросовестно здесь работает руководство местной водокачки. Неоднократно мы обращались с данной проблемой в ТО Карасу. Писали заявление в ТО Карасу. Но почему-то ТО Карасу, во-первых, не отвечает на наши заявления. Тем временем в другой части микрорайона жителям напротив выбивает краны от слишком сильного напора воды. А вчера, видать, люди жалуются, что давления нету. Давление дали они. И вот смотрите, вот все это вырвало вместе с газаком и затопило всю кухню эту. Мы обратились к директору компании для разъяснения сложившейся ситуации. Здесь, как оказалось, обо всех проблемах наслышаны. Мы отвечаем за центральную водопроводную сеть только. У нас центральная водопроводная сеть. Нормально. У всех соседей рядом домов, у всех вода есть. В этом доме проблема. Вчера по этому заявлению мы решили давление прибавить. Прибавили давление. Все, прибежали. У меня сейчас десятки заявлений лежат. У людей посрывало краны дома. Теперь специалисты водокачки уверены, причина плохого напора в этом доме окроится в старых трубах, а не в низком давлении воды. В качестве доказательства старые трубы в подвале жилого здания. А вот труба вся ржавая. С годами протяженность, проходимость воды уменьшается. Они должны были все это поменять сами. Более того, в компании готовы провести официальную экспертизу, чтобы доказать свою правоту. Но при этом у специалистов есть еще одна версия. Люди, когда мы делаем охот, люди поливают этим кэшером, улицы поливают, асфальт поливают. Мы неоднократно штрафовали. Эти штрафы у нас у всех есть. Вы не дадите мне соврать. Через дом, через дом стоят насосные установки. Кэшер, там другие установки стоят. Конечно, если тот человек пользуется насосной установкой, у нее давления не будет. Очередная авария здесь случилась прямо на наших глазах. За это кто должен отвечать? Акимат или вы вообще? Кто должен отвечать за это? Да. А Карасу будет устранять? Ага. А что потом? Не поняла. Опять мы будем. Мы это и так и сделаем. Это рабочий порядок. А можно в Акимате, чтобы полностью все поменять? Да, ну это заложено. В Акимате говорили, вы сами знаете, с Акимата приезжали, сказали, есть проект, что здесь будут менять полностью трубы. Как выяснилось, в микрорайоне Карасу работает только одна водоснабжающая компания. И то бизнес находится на грани банкротства. При этом, по словам директора компании, сегодня за воду здесь добросовестно платят только 40% жителей. Экономический суд постановил, что необходимо реабилитировать единственное предприятие, которое снабжает водой весь микрорайон.